Владимир Стрельников. Земля лишних. Простые оружные парни. Книга первая. Старый лев с уже седой мордой лежал на вершине холма и смотрел вниз на лагерь двуногих. Солнце поднялось уже достаточно высоко для того, чтобы даже он уже несколько под слеповатыми глазами различал их отчетливо. Учуять его двуногие не могли. Ветер был с их стороны. Увидеть тоже вряд ли, потому он спокойно выбирал себе добычу. Вообще-то никогда раньше бы старый большой кот не подумал нападать на двуногих, опасных и коварных противников. Но позавчера их прайд фактически уничтожила огромная, злющая, линяющая змея. Несколько секунд. И три взрослых сильных, кота и пять кошек, были убиты ею. А осталось пять котят. Из взрослых он и две старые самки. Тут старый зверюга насторожился. От лагеря вышел одинокий двуногий и неторопливо пошел в сторону небольшой речушки, помахивая длинной палкой. Видимо, захотел рыбки. Кот тоже любил, когда было настроение иногда половить рыбу на перекатах и еще больше любил ее есть. Но сейчас ему нужна была добыча попольше, чтобы уцелел его клан. И он мягко, бесшумно встал и повернулся было в сторону двуногого, когда сильнейший удар в лопатку бросил его на землю. С соседнего холма донесся грохот. Кот попытался вскочить, но задние лапы не послушались. Кот прополз пару шагов, кашлянул кровью и почувствовал, как кто-то непреодолимо тащит его за собой. Примерно так же, как давным-давно мать таскала его за загривок. Старый кот пару раз скребнул землю мощными когтями от передних лап и затих. А на соседнем холме встали двое. Здоровенный пузатый мужик и молодой парень, поднявший с земли тяжелую винтовку. — Отличный выстрел, Том. Теперь бы надо пройти по его следам и найти котят. В Зионе найдутся люди, способные отвалить кучу бабок за таких зверей. Зови парней, пусть собаками идут сюда. Жаль. Сакет отказался. Но у него на уме только его баба. Толстяк поправил ремень с тяжеленным револьвером в кобуре и поднял свою эфонфал с расстеленной на земле накидки. Глава первая. Двадцать седьмой год, пятый месяц, сороковое число, воскресенье, 07.50. Конец путей к востоку от Форт-Ли. — Лень, то и как обычно к мадам Эльзе? — Неинтересный ты, мужик. Пьешь малых шалавом, ходишь по расписанию. — Не русские, а ним чурап похлеще Генриха. Тут хоть заворотник заложить не промах. Ромка сел, спустив почти до пола волосатые ноги, почесал грудь. — Будь добр, подай водички, трубы горят. — Держи, страдалец. Сколько раз тебе говорил, не стоит мешать виски, водку и пиво. Названный Леонидом зачерпнул из желтого пластикового ведра кружку воды и протянул ее соседу. — Смотри, сильно не похмеляйся, бригадир тебя на карандаше держит. Ромка благодарно кивнул и крупными глотками осушил помятую эмалированную кружку. Остальные мужики еще дрыхли, оглашая пространство разнообразными руладами храпа. — Не знаешь, кто стрелял? — возвращая кружку у Леньки, спросил Климов. — Вроде как охотники льва убили, какого-то рыбака скрадывал. А потом толпой с собаками и плясками по следам льва ушли. Треб его дербанить. — Ладно, Ром, я пошел. Парень взял с койки свою винтовку, набросил на плечо разгрузку и вышел из палатки. Отряхнув, надел на голову кепку, поглядел на сонный лагерь. Конца путей усмехнулся. — Хорошо, вчера работнички погудели. Пять с лишним сотен здоровых мужиков после недели тяжелой работы, да еще и субботу до обеда прихватили, отрываются совсем не по-детски. Ладно, хоть главный босс, мистер Перкинс, своей волей разделил девок в публичном доме на три этапа пользования. Часть мужиков отдыхают там во вторник, еще часть — четверг. В основном из числа водил грузовиков и персонала лагеря. А вот парни, работающие на удаленных участках, пользуют девиц в воскресенье. А то пятьсот мужиков единовременно стерли бы полсотни проституток до простыней. И вообще, такое из-за девок могло случиться, что мало никому бы не показалось. Замаялись бы вагоны по степи собирать. И то удивительно, что ни одного случая с оружием не было, хотя вооружены все поголовно. Правда, мордобоев тут хватает. Слишком места пока здесь дикие. Шестисотни километров на восток от форта Ли. Южная дорога приходит по берегу залива, а компания строит железку здесь. И вокруг путей и строящих их рабочих и инженеров на три сотни верст. Вряд ли еще люди найдутся, кроме как вдоль нитки железной дороги. Да и тех очень немного. В основном дежурные в парках тяжелой техники. При воспоминании о мордобите Леонид Панфилов поморщился и потер левую скулу. Вторая неделя пошла, синяк еще не сошел. Хорошо ему Майкл Хиггинс приложил. Говорить нечего. Впрочем, у его противника тоже на зуб меньше стало. И чего не поспорили, не помнят ни Леонид, ни Майкл. И слава богу, что оба сдержались, а то так легко вряд ли отделались бы. Майкл-то Маринс, бывший американский, а Леонид срочку в частях охраны РВСНа оттянул. Тоже еще та контора. Так что Панфилов подбросил на плече свою АВТ-40 и пошел вдоль длинного ряда тяжелых самосвалов к десятку вагонов в тупике. Доброе утро, мадам. Не знаете, кто из моих девочек свободен? Поднявшись по ступеням в прохладный кондиционированный тамбур, поинтересовался Леонид у высокой темноволосой и синеглазой женщины лет 35, сидящей за откиданным столом. Хозяйка этого борделя, передвижного, мадам Эльза, очень красивая и холодная, как лед, постоянно одета в глухие платья темных тонов, не обращая ни малейшего внимания на здешнюю жару и палящее солнце. — Мари и Кляр заняты. Из твоих девочек свободна Любка. Как обычно, три часа? — С тебя шестьдесятый кюм. Женщина коротко взглянула на него огромными своими глазищами. — Ух, ишь, мороз по шкуре у парня пробежал, как будто ведьма глянула. — Держите. Он протянул три пластиковые карточки по двадцатке. — Проходи. Мадам откинула турникет, протянула номерок с указанным временем. — Любке скажет, что я ее приму через полчаса после того, как закончат обслуживать тебя. Где ее номер, ты знаешь. — Хорошо, мадам Эльза. Парень кивнул, прошел мимо нее в коридор вагона, поздоровался с сонным вышибалой и двинулся во второй вагон. Из-за закрытых дверей доносились глухой смех, приглушенные стоны и охи. Короче, все то, что и должно доноситься из-за дверей и номеров публичного дома. — Сказал бы ему кто-нибудь месяца четыре назад, что он платить будет за перепих и покупать себе девушек на ночь, Леонид бы посмеялся. Еще как бы посмеялся. Все-таки один из первых парней на деревне был. Завидный жених. Но то уже в лето кануло. А здесь других женщин нет на хрен знает, сколько миль вокруг, в километрах это еще больше, и подержаться за сиськи порой просто ужас, как охота. Так что Леонид понемногу втянулся, хотя сначала как-то не по себе было. — Любка, ты одна? Ленька постучал в дверь купе. Мало ли, хоть Эльза учеты ведет, но может быть всякое. — Одна? — Одна, заходь, — открыла ему дверь сонная хохлушка. Зевая повернулась к Леониду спиной и порулила к широкой кровати. — Ты давай, разоблачайся, покамест. — Ага, — ответил он, ставя свою винтовку в маленькую пирамиду рядом с АКСУ Любки, одним глазом кося на круглый зад девушки, обрисованный шелковым халатом. Опять всю ноченьку пахала. — Почти все, но это не твое дело, — отрезала Любка, снимая с себя халат. Легла на спину, закинув ногу на ногу, и с интересом смотрела на парня, прыгающего на одной ноге в одном ботинке и спущенных джинсах. — Блин, поторопился он с ботинками. Теперь никак шнурок не распутает. — Ты так долго, мой рыцарь, — пропела Любка, начиная хихикать. — Смотри, копье опадет. Рявкнув от злости, Леонид распорол. Выкидным ножом шнурок швырнул ботинок в угол, рывком стянул брюки и скакнул к кровати. Схватил девушку за плечи, перебросил ее головой к середке кровати так, что ее шикарные русые волосы живописно рассыпались по плечам и простыне. Закинул ее ноги себе на плечи. — Люб, ты чего такая задумчивая? — спросил довольно лежащий на животе парень девушку, которая массировала ему широкую спину после постельных баталий. — Обычно найдешь, чем подначить. — Знаешь, меня замуж зовут, — ответила она, немного помолчав. — И кто это? — перевернувшись, он подтянул ее за руку к себе и стал ласкать ее нежные тяжелые груди. Красивая девка Любка, и все у нее на месте, а у него еще минут тридцать осталось нужно их использовать. — Сэмуэль Сакетт, охотник. Знаешь его, он дичину добывает для компании. — Сэма? Знаю, здоровый такой молчаливый мужик. У него еще усы, как подкова. Он частенько у нас в карьере ночует. Неплохой вроде мужик, спокойный, как танк. Посмеяться не дурак, и я не видел, чтобы он своих собак пнул или еще как обидел. Только он же тебя старше, лет на пятнадцать, ему точно сороковник есть. Леонид ухватил девушку вместо сисек за талию, приподнял и опустил ее на себя. — Давай, Люб, обзывай меня жеребцом, будь наездницей. — Слушай, Люб, интересно, у меня же ладони в мозолях, как наждачка, а ты ни разу не пожаловалась, что я тебя за сиську не так цапкнул или еще что. Моя прошлое постоянно ныло. — Лень, мне уже двадцать восемь. Такие молодые парни, как ты, меня пользуют, но никто в жены брать не хочет, а Сэм добрый. — И ты тоже добрый, поэтому ты даже такими грубыми ладонями ласкаешь, а не тискаешь. И Любка начала раскачиваться на нем, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. — Ты вот что хочешь, выгоняя парня из тесного душа, спросила девушка. — Где жить, с кем жить? — Ну, мне пока и так интересно. Я здесь всего третий месяц еще серьезно не задумывался. Вытираясь широким полотенцем, ответил Леонид. — Русской республике наверняка сяду, только нужно узнать про нее побольше. Не знаешь, кто может рассказать? Он глянул в душевую и едва увернулся от мочалки. — Не лезь, твое время вышло. Меня ведь Эльза для чего звала? Сэм к ней подходил. — Похоже, Лень, ты последний парень из карьеры Любки-шлюхи. Люба вышла из душа, в распахнутом халатике потянулась. — Раша? — Раша, — честно ответил Ленька, любуясь красивым женским телом. — Вот и ладно, пусть я такой моему мужу и достанусь, — посерьезнела девушка. Зашла за ширму, кинула на нее халатик и начала переодеваться. — Лень, у меня ведь дочь в старом мире осталась, когда меня сюда с Тверской выловили. Я потом через орден связалась, деньги перевожу постоянно. Ну куда мне их тянуть с моей мамой вместе, чтобы они узнали, что я проститутка? Три с лишним здешних года уже сердце себе рву. Дочка в школу без меня пошла. А Сэм обещает мне, что мы переедем на новые земли, на север, туда, где Форт Рос, недавно русские отстроили. Построим ферму, выпишем моих, дочку и маму. Меня там вряд ли кто знает вообще, а через пяток лет и забудут, что такая Любка работала в Форте Ли и его окрестностях. — Пошли? Любка, одетая в серые джинсы и серую жимаечку, вышла из-за ширмы и стала выталкивать клиента из своего купе. — Да, насчет Русской Республики. Зайди к Джессике в интернет-кафе и поищи в сети сайты из Москвы, Новой Одессы и Демидовска. — Спасибо за совет. Я и не знал, что здесь интернет уже есть. На базе мне сказали, что пока его нет на новой земле. Забирая винтовку из пирамиды, сказал Леонид, взял разгрузку, повесил ее на одно плечо, нагнувшись, поднял выкидуха, усложил ее и положил в задний карман джинсов. — На базах, может, и нет, а у нас есть. Везде, где железку проложили, оптику бросили. Так что Русская Республика, Республика Техас, Конфедерация связаны внутренней сетью. — Ой, ты бы свой дрын поменял, что ли? Любка недовольно потерла локоть, случайно задев его винтовку. — Но меня вполне устраивает, — усмехнулся Панфилов, выходя в тамбур. — До свидания, мадам Эльза. — Люб, спасибо. И спрыгнул на крупную гальку, огляделся, щурясь от солнца, поправил кепку, восьмиклинку и пошел к палатке в другом конце лагеря. Жарко уже, скоро пекло начнется. Уже через сорок минут Леонид сидел за монитором компьютера и читал найденную в сети информацию от правительства Русской Республики. Так, в 22-м году зачистка Диких островов, присоединение их ПРА, основание там Кубинской автономной области, в 24-м сначала референдум по обеим русским землям, потом договор об объединении, выборы президента, ну, понятно, конечно, Аверьянов, кто же еще? — Сколько же ему лет уже? — Образование Русской Республики из Московской, Новодесской, Демидовской, Береговой, Базовой и Автономной Диких островов областей. А про кубинскую автономию ни слова. Что так? Решили не создавать себе в будущем проблемы? Правительство, тара-та-та, министр обороны, министр внутренних дел, Коршунов и так далее. Столица Москвы, ну, это я и так знаю. В 25-м вместе с Бразилией, очистка от пиратов западного побережья Перешейка, основание там Загорской области. В 25-м же году, в 10-м месяце, серьезный вооруженный конфликт с Имаматом. Так, наличие у бандитов ПЗРК позволило им на какое-то время остановить русское наступление. Авиация РР потеряла только сбитыми пять Тукана и три Ми-24. Часть машин была серьезно повреждена зенитным огнем. Только внимательное отношение к налаживанию собственного производства позволило РР нанести поражение бандформированием. 50 самолетов Су-2, изготовленных по заказу РА на РЕМ-авиастрой, точнее, умело их применение, командованием и беспримерная храбрость пилотов, впрочем, как и любого бойца русской армии и добровольческих корпусов, пришедших на помощь русским из Техаса, конфедерации Бразилии, стали основой уничтожения наркодельцов и рабовладельцев Дельты Амазонки. О как! Леонид потянулся на скрипучем стуле, поглядел на пустую кружку, сходил и набрал еще кипятка в кулере, бросил в кружку пакетик чая и поставил на специальную полочку сбоку от компьютера. Видимо, специально сделали, чтобы на технику не пролить. Так, что там дальше? Ага, была подготовка своих летных кадров, целая летная школа организована. Но еще бы полк штурмовиков, мало наклепать на них, еще летать нужно. Гренадеры и егеря добивали остатки рассеянных банд, а потом на перевале авиация навернула вакуумной бомбой, уничтожив скопление войск и частично разрушив перевал. Сурово. Организация форта перед перевалом, надо же, грозные обозвали, переговоры в Кейптауне, признание установившихся границ, мирный договор и обязательство ненападения. Так, в двадцать шестом году, начало освоения северных территорий, построен форт Рос на западном побережье материка. Ого, на тысячу километров в севернее Чемрио, широко размахнулись. Вот куда Любка собралась. Он открыл спойлер с фотографиями и видеороликами тех мест. Красивый тить! А чем другие заняты? Где тут конфедерация? Около часа парень лазил в сети, находя и скачивая информацию себе на флешку. Промышленность разных регионов, сельское хозяйство, дороги, реки. Смотрел температурные режимы зимой и летом. Оказалось, что наиболее интересный климат как раз на северных территориях Русской Республики. Летом около 35 тепла, зимой 5-6 градусов мороза. Зима там короткая и очень снежная. Как раз в здешний сезон дождей умещается от начала и до конца. Интересно, интересно.